я зашла сегодня золотое яблоко у нас в городе два золотых яблока оба находятся рядом на площади восстания кто в питере живет знаете и купила себе вот такой вот блеск давно хотела заходила и в летуале в ревгош какие-то мертвые магазина особенно летуаль там по моему вообще уже ничего не осталось это не помада это именно блеск так называется я так рада мне так нравится давно хотела вот так смотрится на губах такой простой на повседневку кстати мой первый продукт от бобби брауна никогда у них ничего не не брала но блеск мне понравился он с таким каким-то привкусом приятным я думаю что может быть еще себе какой-нибудь прикупить более такой покраснее что пока они есть вообще в наличии наверное какая-то проблема у нас начинается с косметикой или она уже давно началась просто я не особо любитель такой косметический ну и мне кажется мне хватает хотя сегодня вот честно скажу когда гуляла по золотому яблоку так немножко захотелось в этот косметический мир погрузиться будет лежать дома не знаю подумаю посмотрю чего мне не хватает мне всего хватает вот в том-то и дело покупать лишнее лишь бы покупка ради покупки нет не хочу может быть может быть что нибудь из блесков он мне правда нравится такой приятный на губах у нас сейчас на улице начнется дождь так все нагнетается ветрюга сейчас посмотрю будет ли прилипать к нему все сейчас зайду наверное не наверное зайду продуктовый все пошла пошла теперь одна мы сейчас вернулись с рынка купили кролика вот этот весь пакет это один кролик довольно таки большая пища я даже не ожидала что столько мяса будет кролик домашний должен быть очень вкусный и на днях мы попробовали взять курицу на рынке и девочки хочу сказать вам что это просто день и ночь вот рыночная домашняя курица у нее вкус курицы и мы решили что будем теперь покупать вот этого все птичьи птиц будем покупать на рынке взяли сейчас курицу домашнюю и утку утка тоже должна быть нам как продавец сказал немножко ну не немножко а должна отличаться поэтому советую вам попробовать курицу взять именно на рынке так что можете не переживать нам и кролика разделывали там и рыбу если вы берете ее вам все чистят делают филе в общем очень советую попробовать купить на рынке кого-нибудь из птиц кролика давно давно не готовила хочу сейчас сегодня на ужин нам приготовлю кролика кролика Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Просто, как вы понимаете, эта обувь, она трендовая, а тренды проходят очень быстро В общем, решила попробовать себе вот что-то такое Вот такие лоферы Это натуральная кожа, очень мягкая, обалденно мягкая кожа Размер у меня оказался 38 Такие тут пиптики На ножке сидят хорошо, то есть они не смотрятся такими галушами огромными Удобная пяточка Я пробовала разные пятки Если она очень огромная, то неудобно ходить А в этих планирую носить с юбками Но она вообще ко всему подойдет К брюкам, к юбкам, к чему угодно Такая обувь подо все Даже под джинсы Под белые джинсы Под брюки любые В общем, я довольна Вот Смотрите Это пижама-тройка Шубка С карманами С капюшоном Такой лонгслив И штаны С карманами С карманами Слышки с ним С карманами Сделать вас по цене Костюм-тройка стоит шесть И, например, вот эти штаны Одни стоят пять Смотрится, доводительно Не стала показывать Вот эти столько же, по-моему А, нет Ужасно сели Эти прозрачные, эти Кошмар Штаны понравились Были бы отдельные штаны Я бы их купила Такие Бескулые Купила я себе Эту пижамку Думаю, что Мне и шубка Пригодится И лонгслив И штанишки Понравились Кстати, отнесла Вот эту юбку В ателье Я смотрела на фотографии Со старой ладоги Мне давно казалось Что она немножко длинная И все Никак руки не доходили Буквально Отрезать Ну, сантиметров десять И сейчас Она мне так нравится Надо было раньше Это сделать Я хожу Брожу Кто-то сзади идет Хочу пройти сегодня Либо один Психический слой Либо два Посмотрим На что хватит сил Хочется, конечно, три Посмотрим Как пойдет Такая сегодня Классная погода Где-то плюс Двадцать два Вот так Нет ветра И очень-очень комфортно Гуляю Наслаждаюсь Последними Такими Лучиками Принесла домой Распаковала Я почему-то Вот эту штучку Вот эту кофточку Назвала шубкой Мне почему-то Так больше Понравилось Не знаю почему Это, конечно же Кофта Обычная Ну Пусть будет шубка Такая Мягкая Плюшевая Знаете На такие холодные Вот утром Когда просыпаешься Холодно Вот такую Можно надеть И даже выйти на улицу На балкон Вот Думаю, что здорово Будет мне в ней Все равно В шубке И костюмчик Это натуральный Стопроцентный хлопок Также примерила Размер S И он мне Мау Оказался То есть XS Прошу прощения А S Вот То, что надо Немножко Свободненько Видите, сейчас Оторву это дело Одной рукой Никак Так что Я очень довольна Своей покупкой Вот Все было Перевязано Такой ленточкой Мне дали Его Новый Это новая Коллекция Как я поняла Вот Я сегодня Закончила Читать Вот эту Книжку Вторую Часть Отдельная Реальность Я не могу Сказать Что мне Понравилось Просто У меня Уже Куплены Остальные И Я буду Читать Конечно же Вот Знаете Что мне Это Напоминает Вот Эта Книга Это Когда Вот Ты Стоишь У Картины У Которой Ты Не Понимаешь Что Нарисована Какая Абстракция Тут Пятно Там Клякса Какой Нибудь Знаток Стоит И Восхищается О Это Шедевр Другой Подходит О Это Шедевр А Ты Стоишь И Ты Не Понимаешь Где Этот Сраный Шедевр Это Мазня И Вот Это Краткое Описание Вот Этой Книги Происходят Непонятные События Главный Герой Говорит Дон Хуан Объясни Мне Что Происходит И Дон Хуан В Такой Позе Говорит Ну Ты Все Поймешь Потом Когда Потом Объясните Что Происходит В Я не понимаю Ну Мы с Карлосом Не поняли Что случилось Так Очень Очень Знаете Поверхностно Ну Есть Моменты Когда Дон Хуан Что-то Рассказывает Такое Знаете И Тебя Немножко Так Цепляет Но То Что Нифига Не Понятно Вот То Есть Это Не Та Книга Который Вот Ты Бежишь С Работы Чтобы Поскорее Взять Ее И Почитать Это Не Она Стала Бы Я Покупать Все Остальные Я Не Знаю Книги Дорогие Тысяча Роблей Штука Я Не Знаю Буду Ли Я Перечитывать Может Быть Там Не Знаю Десять Лет Спустя Или Двадцать Или Никогда Сейчас Я Читаю Вот Такую Книгу Это Мое Второе Знакомство С Господином Елом И Она Мне Нравится Это Нам Задали По Учебе Началось Мое Знакомство Вот С Такой Книжки И Мне Она Абсолютно Не Зашла Не Понравилась Я Ее Прочитала И Ставка Сделана Здесь На То Что Каждая Девушка Кто Ее Читает Может Найти Себя В Главной Героине Нет Я Не Поняла Как Он Ее Вылечил На Что Он Где Этот Ольчак Понятно Что Мы Все Должны Говорить Со Своими Партнерами Тут Одна Из Причин Была В Том Что Она Не Могла Сказать Своему Партнеру О Каких То Вещах Если Хотите Почитайте Но Я Буду От Нее Избавляться А Вот Это Нравится Очень Здесь Десять Историй Десять Пациентов У Каждого Своя Проблема Ну Так Подобран Зоопарк Хорошо Нравится Первая История Понравилась Я Сейчас Закончила Четвертую Историю Про Полную Девушку Также Первая История Про Пожилую Женщину Которая Застряла Это Тоже Так Часто Встречается Затем Человек Который Болен Раком Как Он Себя Ведет Спирла Мне Его История Очень Не Понравилась Мне Показалось Такой Скомками Скомками Конец Я Так Дочитала Отбросила Думаю Завтра Начну А потом Так Посидела Подумала И вы знаете Очень Ну Она Меня Тронула Тоже Третья История Тоже Такая В общем Кто Занимается Психологией Будет Вам Я думаю Что это Очень Интересно Даже В вашей Работе В практике Мне Нравится И еще Купила Одну Его Книгу Пока Что Лежит Нам Ее Тоже Посоветовали Но Она Тяжелая Поэтому Пока Показывать Не буду Почитаю Почитаю Расскажу Сейчас У меня Готовится Ужин Готовлю Нам Сегодня Утку Которую Мы Купили На Рынке Еще Не Пробовали Приготовили Кролика Получился Вкусно Курица Тоже Получается Теперь Птичье Птичье Мясо У нас Теперь Очень Кстати Вкусное Вот Будем Сегодня Пробовать Утку И Пока Готовится Ужин Начну Читать Вот Это Книга Которую Хочется Читать Вот Я Предвкушаю Новую Историю Еще Не знаю Что Будет Вот На Этому Буду Заканчивать Свой Влог Всем Большое Спасибо За Посмотр Не Забудьте Поставить Лайк Если Он Вам Понравился Не Знаю Сказать Не Сказать Я Я Сегодня Перебирала Вещи Летние Совсем Летние Убирала Зиму Зиму Кстати Еще Не достала Пока Что Убрала Все Лишнее Летнее Ну Что Уже Точно Не Надену Там Какие Летние Летние Платьица Все Что Буду Заканчивать Всем Большое Спасибо За Просмотр Кто Смотрит Всем Пока Еще Увидимся